здравствуйте друзья публикуем ролик одного из моих любимых любимейших авторов дмитрий венч мой тезка многие уже знакомы с его творчеством очередное спасибо автору с вас лайки давайте послушаем комментировать я пока ничего не буду сам еще не слышал но уверенно заявляю что это будет интересно и весело добрый день дмитрий евгеньевич здравствуйте здравствуйте скорее доброе утро доброе утро кунков олег вячеславович эксперт отдела сопровождения исполнительных производств компаний феникс я занимаюсь сопровождением вашего долга я так понимаю вы должны заниматься исполнением моего исполнительного производства судя по названию вашего отдела или я ошибаюсь ну практически да потому что вы знаете что получено решение суда ну наверное вы говорите не решение суда судебный приказ да вы хотите уточнить этот вопрос а ну просто вот знаете сколько живу я вот в нашей правовой системе понятие судебное решение не знаю я знаю есть судебное постановление а есть судебный приказ вот это я знаю а вот судебное решение о чем мы с вами говорим дмитрий дмитрий евгеньевич вам высвунули требование на общее сумма долга вы не поясните сначала и мы говорим про судебное постановление или про судебный приказ получено решение суда да нет у нас на правовой системе такого понятия решения суда вы можете понять у нас есть я это поставление есть прекрасный судебный приказ вот я приказ сообщаю вам судебный приказ был успешно отменен на основании статьи 128 гпк рф ясно перед тем как второй раз подать уже в судебные инстанции ну давайте вспоминаете термины вспоминаете я хочу предложить вам в добровольном порядке оплатить эту сумму на фига мне это надо причины неоплаты я не хочу облачивать ну вы же понимаете что платить все равно придется нет не понимаю регулировать сложившую ситуацию в рамках судебного разбирательства судебный приказ был отменен но это не отменило ваши обязательства по оплате долга докажите их в суде пока что нет обязательства если мнение компании феникс что я должен денег у меня мнение что я не должен все всего лишь почему у вас такое мнение ну вот так почему я сбился с хвою перепугу я должен вам обосновывать свое мнение я могу завтра подумать что небо красное трава фиолетовая а мы 3 евгений последний платеж который был выполнен в феврале 2015 года 1600 рублей был выполнен вы подключались к программе прощения долга и почему вы почему вы дальше не согласились работать по этой программе ну вот захотел и не согласился просто я уже понимаю что вы просто решили дождаться судебного решения да господи опять рассвети на решение нет у нас так вот во все документы да нету такого суд решил пишут суд постановил ну что ж суд постановит взыскать с вас сумму большую чем 92 тысячи рублей потому что по статье 395 гражданского кодекса мы вынуждены будем что вы будете от вас требовать от вас возмещение всех убытков полученных нами в ходе взыскания а на сообщение за звонки вам да что ты говоришь услуги которые мы оплатили юристу который проверял документы перед обращением судебной инстанции вы вынуждены будете оплатить это только увеличит сумму вашего долга а вы знаете что для того чтобы суд признал взыскать все издержки необходимо чтобы он признал полную сумму долга а на основании статьи 330 колоссальную часть пении штрафов неустоек я уберу и сразу уже призвана не полном объеме это автоматом уберется издержки это уже разговор разговаривать и вы будете в другом месте какого-то какими людьми какие других но когда вас вызвут повесткой судно-судебное заседание так вот понимаете мы с вами про суд и говорим вы говорите что вы по суду заплате больше я вам популярно объяснил на основании конкретного нормативно-правового акта почему этого не будет а вы мне начинаете ну тогда вы будете говорить других местах как то вы юноша непоследовательно дмитрий евгеньевич что если у вас какие то есть сложности по оплате долга мы вам можем предложить мне нет у меня никаких сложностей давайте подробно разберем эту проблему ну давайте подробно разберем а можете да подождите секунду я вас не перетарахтишь а при чем чем-то всерьез заняться решением вопроса но чтобы в дальнейшем было проще можете сказать паровозик тыр 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 дмитрий евгеньевич видимо мне с вами придется еще раз перезвонить когда вы будете в более нормальном состоянии а что с нами что с нами не так нет не пытаясь вывести меня из себя своими вопросами я вас не пытаюсь вывести из себя ну что помните ваша сумма долга 92 468 рублей 11 копеек помните о том что закон позволяет урегулировать сложность ситуации в рамках судебного разбирательства этого вы хотите это в конце концов и произойдет прекрасно прекрасно договориться с вами и решить ваши проблемы а понятно только один вопрос почему на протяжении двух лет не подали до сих пор в суд два года уже прошло ну коллекторское агентство феникс за каждый год разговоры с вами просто потом проиндексирует ваш долг при обращении в судебный ну конечно это это на основании чего можно узнать согласно инфляции статья 113 гражданского конкурса российских да ладно это будет злоупотребление правом вы должны были в разумный срок подать иск начиная с момента выявления нарушения в отношении вас мы можем это сделать но мы пока пытаемся с вами договориться слушайте я вас на протяжении вот вы со мной работаете с 29 декабря 2015 года уже прошло больше года как я с вами общаюсь я вам каждый раз говорю куда вам идти в конкретном эротическом направлении просто у меня сейчас рядом в машине ребенок сидит поэтому я не выражаюсь и вы чё занят не можете этот маршрут выучить а? занят не доходит никак? или вы реально думаете что что-то изменится? а? Дмитрий Евгеньевич я вас понял в вашу позицию общая сумма сейчас вашего долга 92 да мне плевать 2468 рублей 11 копеек до свидания иди на руку подождите к вам приедут кто? вам тоже доброе утро кто ко мне? друзья я надеюсь вы так же возражали когда он про инфляцию сказал и про индексацию красавчик как там вообще респект я в ладоши хлопаю прям вот молодец молодец просто берите пример друзья мои а вот этот вот юноша от пылки со взором горящим и с вот этой вот ни к чёмной дикцией мне кажется по голосу вы не заметили он сам себя боится он боится собственного голоса собственных слов он прям реально вот понимаете дрожь чувствуется в его голосе и не это это не особенности его голоса а реально психологическое состояние психиатрическое состояние этого персонажа ну и почувствовали да уверенность в голосе человека который знает свои права и полное отсутствие той самой уверенности человека который вообще не знает для чего он живёт ну и вот этот диалог подтверждает его никчёмный выбор то есть бесполезность его выбора того буквально что он неудачник по жизни ну а слушателям этого ролика нашего канала я могу лишь одно сказать друзья это ваш выбор бояться их или хохотать над ними улыбнитесь посмотрите по сторонам проанализируйте ситуацию которая происходит вокруг вас и вашего долга и наконец-то встряхните себя вот эти вот такого я не знаю такие пафосные мои выражения они от души действительно от души что называется вам я говорю перестаньте бояться нечего тут бояться ну и перенаправлю вас в описании этого либо любого другого ролика на нашем канале где вы увидите ссылочку на наш сайт сможете пройти посмотреть наш сайт обязательно посмотрите видео на сайте это прям категорически рекомендуется тем кто хочет раз и навсегда разобраться со своими долгами с проблемами то есть нейтрализовать их встать под юридическую защиту мы предлагаем четкое грамотное юридическое сопровождение до логического конца а конец это приведение вас комфортному действительно комфортному платежу не удивляйтесь сколько бы вы не платили вы можете платить 500 рублей чем создадите условия когда банку выгодно отказаться от претензий не буду я сейчас вдаваться в подробности просто хочу расскажу посмотрите видео и все поймете ну и подписывайтесь пожалуйста на канал лайк с вас обязательно потому что этот ролик не может не понравиться я от себя еще раз благодарю подписчика этого автора этого канала ой простите этого ролика дмитрия и и с удовольствием жду от него новых роликов группа вконтакте кстати говоря у нас существует ссылочка на нее тоже в описании этого ролика подписывайтесь на нашу группу вконтакте там все ролики дублируются я вам желаю счастья здоровья и финансового благополучия до свидания и и и и и и и и и